Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Преображение» мы расскажем вам о наиболее важных событиях, произошедших в жизни Ставропольской Минамыской епархии за минувшую неделю, а также о предстоящих праздниках в календаре православной церкви. Продолжение следует... В текущих вопросах и насущных проблемах епархии, уходящего до 2022 года. Особое внимание в докладе Владыки было уделено вопросам духовной жизни священника. В этих непростых условиях призываю вас, дорогие отцы, еще большим усердием трудится достойное звание, в которое вы призваны. Всегда помните о том, что наше брание против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов зловоподнебесных. Со всей ответственностью исполняйте возложено на вас послушание, помня, что отчеты в их исполнении вы дадите самому Господу. Храните семью, не оставляйте молитвы, любите службу, берегите себя и пасту свое от озлобления. Призывайте народ к покаянию и исправлению жизни, потому что только через наше исправление и освящение возможно победа над злом. Далее перед собравшимися с докладами выступили руководители епархиальных отделов. На собрании были рассмотрены основные вопросы жизни Ставропольской епархии, подведены итоги года и намечены планы на предстоящий год. В завершение собрания митрополит Кирилл выразил благодарность благочинным руководителям епархиальных отделов и комиссий, священнослужителям, монашествующим и мирянам Ставропольской епархии за жертвенное служение и призвал всех и в дальнейшем трудиться на славу Церкви. 18 декабря по благословению митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла в епархиальном музейно-выставочном пространстве на высоте состоялось торжественное открытие персональной выставки Ставропольской художницы Александры Тарасовой «Русский пленер. География души». Благотворительная выставка проходит уже второй раз совместно с региональным отделением Союза православных женщин Ставропольской и Невиномысской епархии. Мероприятие позволит подарить детям чудо. Около 400 детей получат подарки от Деда Мороза. Представленные на выставке картины художницы демонстрируют разнообразие культур одной большой страны. Выставку уже посетили художники, деятели, искусственные служители и прихожане храмов Краевой столицы, оставив исключительно положительные отзывы. В дни Рождественского поста в Ставропольском епархиальном управлении были собраны рождественские подарки для детей. Приближается Новый год и за ним Рождество Христово, время светлых праздников, время добрых дел, время подарков. Когда мы стараемся каждого, кого любим, не забыть поздравить с этими праздниками. В Ставропольской епархии, вы видите, кипит сейчас работа тоже, готовится огромное количество подарочных наборов для детей наших военнослужащих, которые сейчас защищают нашу Родину от фашистов, от бандеровцев, от всякой злобы и нечисти. И хочется, чтобы в дома к этим воинам, к их семьям пришла радость. Радость через вот эти подарки, в том числе Рождественских. И хотелось бы, чтобы все, кто считает себя православным христианином, добрым человеком, в эти дни вспомнили, что Христос пришел на эту землю не на белом коне, не пришел в каких-то роскошных одеяниях, он пришел скромным младенством, в хлеву. И Господь приходит в этот мир для того, чтобы никто не остался нуждающимся, чтобы никто не остался обделенным, чтобы никто не остался странником на улице, как он в свое время оказался на улице, не со своей матерью причистую. Наша задача каждого обогреть, накормить, поделиться вот этой частичкой радости Рождества Христова. Это может быть выражено как в словах, так и вот в таких вот добрых делах. Подарки для детей собирали и упаковывали студенты Ставропольской духовной семинарии и сотрудники епархии. В этом году у нас проводится традиционная акция при поддержке епархии. Епархия всегда оказывает огромную поддержку в проведении рождественских праздников. И современная ситуация добавила категорию наших подопечных, помимо детей из многодетных малоимущих семей, добавилась категория деток семей беженцев и семей мобилизованных. Это такой для нас вызов, потому что еще и сами семьи мобилизованных не совсем понимают, в какой они оказались в ситуации, а что такое помощь, а какая она должна быть. Но праздник Рождества, он приходит в каждый дом. Независимо от того, папа рядом, либо папа на фронте. Независимо от того, что ты пока потерял время на дом. Потому что мы когда общаемся с детками беженцев, мы видим некоторую, переступают они в некоторый страх. То есть дети правда заново учатся жить не под бомбежками. И эти дети, конечно, очень ждут подарка. Они не находятся сейчас дома, нет их привычного круга игрушек, предметов. И, конечно, вот этот новогодний рождественский подарок, он безусловно поддержит их в том, что жизнь продолжается. И что, конечно, у них все в жизни наладится. Так же, как и у деток из семей мобилизованных, где очень много присутствует страха. Как папа, где папа и что будет. Вот некоторое удержание этой традиции, рождественского подарка, позволяет дитю осуществлять какую-то надежду в своей жизни. Не потерять эту надежду. И поэтому, конечно, кто как ни в церкви, ни в церковной ограде, в первую очередь будут дарить эту надежду. И я думаю, эти маленькие подарки, которые сегодня фасуют наши ребята, студенты семинарии, они, конечно, в душе каждого ребеночка возродят в первую очередь надежду на то, что все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо, мы же в это верим. Благослови, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благослови, Господи. Благослови, Господи, научи меня оправданием Твоим. Господи. Благослови, Господи. Благословися, Господи, научи меня оправданием Твоим. Зео рано, мироносец и течаку, как гробу Твоему рыдающие. Но представь немагелы речи, рыдание время пристанет плачете. В воскресенье же апостолом в цитере. Благословися, Господи, научи меня оправданием Твоим. Зео рано, мироносец и течаку, как гробу Твоему рыдающие. Зео рано, мироносец и течаку, как гробу Твоему рыдающие. Зео рано, мироносец и течаку, как гробу Твоему рыдающие. Зео рано, мироносец и течаку, как гробу Твоему рыдающие. Зео рано, мироносец и течаку, как гробу Твоему рыдающие. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Всем желаем помощи Божьей, крепости духовных сил, и до новых встреч. Спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok